Всем громадный привет! Сегодня приглашаю вас прогулять со мной по секонд-хендам города Мариуполь. Сегодня я посещу такой небольшой локальный магазин, называется Модный проспект. Он находится только в нашем городе, это не по всей Украине. В этом секонд-хенде, по-моему, 3 или 4 магазина. Расположены они на левом берегу. Есть магазины с люкс-ассортиментом. Сегодня же я пошла в бюджетный. В этом магазине 2 зала. В первом зале вещи по 50 гривен. Иногда там бывают акции, можно купить еще дешевле. Во втором зале представлены более дорогие вещи. Здесь часто выпадаются позиции из люкс-сегмента. И цена в этом отделе составляет от 100 гривен и до... Я, если честно, больше люблю первый зал, потому что именно там мне удается находить необычные винтажные вещи. А я фанат такого всего старинного. Ну и давайте переместимся теперь непосредственно в сам магазин. Как вы можете заметить, вещей очень много. Вешалки развешаны очень плотно. Не совсем удобно рассматривать ассортимент. И здесь, конечно, очень-очень много масс-маркета. Чтобы отобрать что-то такое эдакое, приходится полностью его перешерстить. Весь зал. Некоторые позиции понравились. К примеру, вот этот Евген Кляйн с жакетцем интересным воротом двойным. Но в процессе того, как я отбирала вещи, были обнаружены дефекты. Плюс я смотрела на актуальность модели. Сезонность тоже немножко рассматривала. Хотя этот критерий для меня не самый главный показатель. Как обычно, в конце видео я покажу вам, что в итоге мы выбрали. Очень люблю корсет. Это такой вот необычный из кожзама и пайета для новогодней ночи. Ну, а это вот цветерок для самых маленьких детишек. Также попалась кофточка от Сисли. Цвета хаки. Но она была в катушке. Ну, а следующая вещь представляла бы собой очень ценный интерес, если бы по-другому была написана одна буква. Бальзак через Си. И это действительно ценный бренд. Это вот жакета от Armani Jeans. Это 100% оригинал. Размер 40-го. У него интересный ворот. Попозже покажу его примерку. Да, спойлер открывается. Я его купила. Обуви было много. Но я ничего такого сверхъестественного для себя не нашла. Неплохие такие вот сапожки с острым носочком. Но это скорее модель экстравагантная. Так, где-то поэпатировать. Но никак не брать для повседневной носки. Потому что острый носок будет цепляться. Были кожаные варианты. Здесь они не по 50 гривен. Здесь они от 200 и выше. Если бы у меня не было аналогов дома, я обязательно что-то бы для себя присмотрела. Вот так примерно выглядит сам зал. И давайте по вещам, которые представлены. Бархатная рубашечка. Если бы не полиэстеровая, я бы ее взяла. А это катоновая рубашка от Madeleine. Немецкий бренд. Здесь брендированные пуговицы. Размер указан 16. Но я была немножко удюлена. Как по мне, она маломерная. Она на 36 больше подходит. Это трикотажное платье от Max Mara, как указано на бирке. Но я гуглила. Думала, может быть, это винтажная какая-то этикетка. Нет, не нашла такой информации. И оставила эту вещь в магазине. Жакет синего цвета от Armani Jeans. У него брендированная пуговица. Так, визуально. Просто темно-синего цвета. Интересный ворот здесь рюши. Но самое классное у него, мне кажется, это подкладка. Она такая яркая, красочная. Это не мой размер. Это 14. Мне очень нравится, что здесь есть интересные детали, которые хочется рассматривать. Например, вот этот вот карман. Здесь как будто бы нахлёстик один. Фирменная буква, аббревиатура. Дальше здесь второй карман спокойный, без ярко выраженных каких-то элементов. Карманы зашуты. То есть вещь практически, можно сказать, новая, только что без бирок. Очень интересный ворот. Здесь его можно по-разному моделировать. Можно приподнять, можно опустить. Можно, если есть желание, сделать акцент на талии с помощью кожаного ремня. Конечно, если бы я померяла своего размера, он бы по-другому сел. И мне кажется, это было более выигрышно. Но шумаемо-тумаемо. Я покупаю вещи не своего размера для аккаунта в инстаграме showroomtrendyforever, где продаю вещи. Рассейл. Также в этом секонд-хенде были куплены вот эти вот брюки. Тоже не очень удобно показывать их. Это мужские от бренда Acne в размере 32-32. Они очень интересного цвета. Такой, знаете, как серый с лавандовым подтоном. Это 100% оригинал. Здесь есть бирка, на которой оказан размер, состав, плюс артикул. И если вводить этот артикул в Google, либо другой поисковой системы, то выдает сразу же эту модель. Мне очень понравилось то, что, как у многих брюк, джинс, Acne присутствует доним. Здесь он на внутренней стороне. Это такой вот как стиль тай-дай, выбеленный. Пуговичка не брендированная. И сзади тоже. Именно в этой модели отсутствует лого на пуговичках. Acne указано здесь. И также Acne можно увидеть вот тут. Сейчас покажу вам с обратной стороны, как они выглядят. Немножко они собираются вот в этой части. Но это из-за того, что на тремпере висят, неудобно. Так они, конечно, просто в идеале. Очень мне нравится этот фасон. И я бы здесь, если бы уже носила, то сделала бы подворотики. Мне нравится, когда такого плана брюки сужаются к низу. Вообще с брюками мне сложно, потому что у меня узкие бедра, и мне тяжело подобрать какую-то модель, которая бы хорошо сидела. Вот конкретно эти прям идеально сели. Но я тоже их буду выставлять в свой аккаунт, потому что просто не совсем мой стиль. Я больше хожу в спортивных изделиях. Мне нравятся гранжевые варианты. Я понимаю прекрасно, что эти брюки я, может быть, ну раз одену. И так они у меня зависнут в гардеробе. А я бы хотела дать им вторую жизнь. Это итальянская компания. Неплохой сегмент. Качество просто восхитительное. Тут каждый шовчик все так аккуратненько прошито. Каждая ниточка нигде не торчит. Просто изумительно. Барселоночка, приветики. Кукусики. Это помогает мне тут работать со мной, а? Барсук, Барселона. Рубашку я уже показывала в магазине. Конечно же, я ее взяла. Это немецкая компания Манделяйне. Рубашка очень пестрая. Цветочный принт. Я бы даже сказала не цветочный принт, потому что, когда вот так смотришь, да, здесь видно какие-то лепестки, цветочки. А вот когда смотришь на нее со стороны, такое впечатление. Это, знаете, такое есть в художественной программе принт. Я не могу вспомнить его название. И очень часто используют для росписи плиток, тарелок. Вообще на бирке указано, что эта рубашка идет 16-го размера. Но мне кажется, на 16-й вот здесь плечевой шов будет сильно узким. И я бы, вообще, когда я покупала, я думала, что 36-й размер. Но потом уже дома перепроверила и поняла, что бирки нет. Вот. Но мне кажется, что уж таки она мало мерит. Если в талии, да, она свободно выкроет, то плечи, ну, никак не 16-й. Длина рукава умеренная. Ну, и вообще смотрится очень интересно. Кстати, вот с этими джинсами зелеными, брюками, которые я показывала немного ранее, она просто изумительно сочетается. Мне хотя казалось, что вот такой вот цветочный орнамент лучше там с белыми изделиями комбинировать, либо с голубыми, синими. Но вот здесь на контрасте выглядит неплохо. Да, барсачок? А это у нас винтажный шерстяной жакет синего цвета с очень красивыми золотистыми пуговицами. В идеальном состоянии у него есть карманы, но они декоративные, нефункциональные. Также у этого жакета просматриваются интересные разрезы от карманов. Очень стильно смотрятся. Вообще у него такой, знаете, акцент на талии, переталенный силуэт. Я изначально думала, что здесь есть подплечники, за счет чего он получается такой вот объемный в зоне верха. Но нет, подплечников не имеется. Это просто вот такое вот лекало. Вот так вот его пошире интересно. Конечно, очень стильно выглядит. И его можно обыгрывать с милитари и элементами в гардеробе. Можно попытаться его с денимом носить. Не знаю, я еще не решила, как я с ним поступлю. Выставлю я его в аккаунт, либо оставлю себе. Мне очень понравилось. Вообще я фанат жакетов. Я и видео снимала на ютубе. Моя коллекция жакетов. И вообще вот в ассортименте аккаунта очень много представлено моделей шерстяных, шелковых, льняных. Но вот этот я просто не могла упустить. Влюбилась в него. Он очень крутой. Очень классное качество шерсти. Она не плотная, тонкая, струящаяся, но очень-очень теплая. Обожаю вот такие вот вещи. Я, конечно, люблю иногда укутаться и в огромные свитера, шарфы. Но иногда хочется вот такого чего-то изящного, утонченного, как эта модель. И еще одна находка из этого секонд-хенда. Это такие вот интересные, укороченные а-ля уги. Они баллоневые, идут до косточки на ноге. Внутри есть искусственный мех, и они очень теплые и очень стильные. Этой зимой я с них не вылажу. В этот раз улов у меня был незначительный. Я вышла всего лишь с маленьким пакетиком. Но ничего, не расстраивайся, секонд-хенд это как рыбалка. Никогда не знаешь, что тебя ждет в следующий раз. Большое спасибо, что были со мной. У меня будет большая просьба, чтобы вы поставили этому видео лайк и написали комментарий, так как это своего рода общение между нами. Этой активности я вижу. Понравилось вам видео, не понравилось. На чем мне нужно поработать, что нужно изменить. Мне будет очень приятно в комментариях прочитать, а также увидеть ваш актив. Да и вообще, с последними обновлениями, что в инстаграме. У меня есть три профиля шоу-рум Трэнди Форева, где я продаю вещи. АВД, Валентинка, мой лайфстайл и крошки-брешки, это изделие из бисера. Так вот, по обновлениям в инстаграм, по обновлениям в ютубе сейчас очень сложно прорваться куда-то вперед. И только благодаря активу, благодаря реакциям можно держаться на плаву. Поздравляю всех с наступающими праздниками. На Новый год у меня громадный план. Я хочу прям с первых чисел радовать вас роликами, поэтому подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы вы первыми знали, когда у меня выпуски. И по традиции, хорошего вечера, улыбок, добра, всех благ. Продолжение следует...